Друзья, здравствуйте! Сегодня я решила поделить свою, наверное, самую большую котлею. Это не котлея, а всё-таки это лелия порпурато-стриата. Ну, что, почему я решила её делить? Потому что я сейчас вытащу из горшка и объясню почему. На видео не видно весь её рост. Корневая. Корневая полная. То есть уже практически я уже не вижу коры, она только сверху. То есть растение съело уже всю кору, и ему уже питаться нечему, растение большое, ему нужно место, ему нужно больше посуды. Больше уже садить эту котлею, она сидела в 28-м горшке, я не вижу смысла. Поэтому я её решила поделить. Видео с делением всегда набирают почему-то, больше всего просмотров, наверное, интересно. Ну что, давайте будем делить её. Для этого я подготовила инструмент, я его накалила дома на огне, на газу, поэтому он чистый, стерильный. Подготовила деканил, обрабатывать срезы. Подготовила лимонную кислоту с ваткой, потому что ну просто со временем нужно растение протирать, чтобы не было вот этих разводов от воды. Так вот, корневая она жёсткая, поэтому я её предварительно буду сейчас смачивать. Смачивать, чтобы немножко потом легче корневую разрезать. Её придётся просто резать, распутывать корни, это нереально. Ну, растение большое, поэтому у нас не будет проблем с наращиванием новых корней. Ну, с чего я начинаю стоять, схожу сюда из первых ростов. Первый рост, второй, третий. Дальше идёт разветвление, поэтому, а вот от этого роста идёт уже в другую сторону. Поэтому я режу вот эти вот три росты. Беру ножницы по металлу, другими разрезать сложно, и вот так вот её разрезаю. Есть. Дальше у меня здесь получается раз, два, три, четыре роста. И переходят дальше в другую резонку. Я их тоже, то же самое. Есть. Распутываю я свои тут связочки. Здесь, здесь. Есть. Пока не можем. Самое сложное всегда, это вот разделить корневую систему. Ну, начну я с этих трёх ростов. Что мне нужно? Нужно будет подрезать всё. Подрезать корни. Надо всё-таки было внести тесак, нож. Для него как-то сложнее. Слушай, может принесёшь нож большой? На кухню. Да. 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 Нужно сложнее. Ну, ничего. Я попробую. Попробую. Включить, что мне всё равно нужны новые формы. Буду как-то разделять. Так что было. Получается. Вырвали. Первая делёнка. Есть корни живые. Поэтому всё равно хорошо приживётся. Срез смазываю. Ну, очень почему срез смазывается, это чтобы не было никаких заражений. Так, отделяем. Одна есть. Положим я пока сюда. Дальше я буду отделять вот эту вот делёнку другую. То же самое буду подрезать корни. Самое интересное, у неё практически все корни поверхностные вдоль горшка. Вроде бы да. Ах да. Пошло дело. Сейчас ещё что-то надо делать с низом. Здесь. Есть. как говорится чтобы не церемонись еще одна ребенка тоже часть корней то же самое так вы здесь два среза я смазываю два среза смазали подставляем что у меня осталось здесь кусок остался достаточно странный потому что резома длинная с посадить мне нужно мне нужно определить где мы живые то есть нет этой части растения что здесь остается большая часть корней делю я ее после цветения она отцвела недельки две постояла в принципе можно делить тяжело тяжело определить где у нас хорошие корни где плохие вернее плохие в том плане что они не от этой части другие корни оставлять нельзя потому что они будут гнить и не давать нормально растению развиваться а большую часть горшка заполнят старые старые вот вроде отделяем отделяем так ну практически все сделаем эту часть вот осталось у нас другая ленка корни живые есть тоже у нее что я сделаю я оставлю эти два задних я их уберу а оставлю вот три передних потому что они у меня будут занимать место в горшке этого не нужно это все выкатывается и последняя деленка называют ее задние бульбы но я всегда смотрю что было наличие живых почек на ней чтобы растение могло дальше развиваться то же самое с массовой срезы сейчас мы с вами не посадим два среза мне сейчас я возьму келбок препарат потому что она уже идет соляна непригодна растение разловные два года в принципе нужно менять чистую хорошую так сейчас мы внесем приплатки упак меня уже разведены что мы по горшкам по горшкам я подготовила растения посадим сначала две большие деленки моя я себе оставляю те я тоже пока себе оставляю тоже есть корни не от нее но я боюсь не хочу резать лишний раз что их так немного но я буду садить вместе с ними толпак разведенный так дальше дальше по горшку все-таки наверно я себе и и оставляю в таком горшке я знаю что к ее поливать я часто не буду но уже хочу посадить так на несколько лет то же самое я эту часть заднюю горшку чтобы растение было куда расти я думаю даже пойдет несколько направлений роста после деления так часто происходит здесь у меня подготовлено 12 18 и это наверно сюда литра 4 сколько пересаживаю растения это растение я не буду открывать мху потому что корни мои они вообще у меня очень хорошо когда приживаются свежие на деленки кажется что горшок большой но я уже знаю свое растение содержать и проблем не будет я досыпала до верха резомы прямо до верха вот у меня там безума держит на корень но все зависит от полива если не часто поливать такого горшка большого не будут сохраняться внутри влага и не спокойно потянутся так по закреплению палочек поэтому я беру подвес я все равно буду растение подвешивать и закрепляю ее подвесу так сейчас попробую неправильно сделал сюда вот здесь закреплю рост вообще можно все четыре роста закрепить чтобы она так уже не шаталась вообще поливать я кстати садила в сухую археалку ни в коем случае нельзя ее поливать сразу же я и не буду поливать наверно дней пять учесть что у нас лето даже чтобы она полностью просохла все ранки зажили в растении дальше с деленкой второй тоже тренинг что у меня здесь ну вот такой вот горшок ну куда просто она не поместится здесь я подготовила другой это по моему двадцать четвертый то же самое хорошо формевая стала им просто есть место при расти растению тоже немножко пододвигаю и то же самое засыпаю так же посадка что и у того растения все все засыпаю по резому есть кстати я даже у тайваньцев наблюдала они когда делают свои деленки они прям всю резому в мок садят видно они не так часто поливают потому что в наших условиях бы оно загнило но даже самые вот деленки как раз казалось бы там одна живая почка но у них она дает рост и растение развивается все нормально то есть прикапывание резомы можно ее делать но нужно знать условия условия при каких вы будете ее содержать потому что всему можно приспособиться к любому грунту к любой ну в виде посадки мох мне не нравится наверное я перестала в нем выращивать почему он засаляется засаляется и растения куклет корни не разливается кора все таки она не так засаляется и растения в ней намного лучше развивается поэтому даже котлей которые во мхе перевалкой я переваливаю в кору и поливаю я только не в мух а в кору тогда никаких с этим проблем нету а маховой кор я не раздираю если только бывают случаи когда получаешь растения оно не прижито во мхе бывает с чинком часто хорошие растения там только пошли корни тогда в принципе можно свободно его посадить в кору в своей посадке второе растение посажено ну и что с третьим с третьим я вижу что корневая здесь не такая огромная потом я попробую посадить его в этот горшок мы срезали с вами заднюю часть туберов и это я делаю часто очень у растений крупных ну что здесь так пробую высыпать скорее всего здесь я вверх заложу мхом для того чтобы сохранять влажность потому что горшок небольшой мне понадобится несколько палочек подвязать потому что здесь так не получится как с теми растениями на подвес их подвязать здесь немножко лесенка есть ну ничего так пучки палочки 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 с палочками сложно я что-то не подготовила их ну в общем вставлю подвяжу растения оно ровненькое было ну и лимонная кислота мне немножко не понадобилась потому что растение я по-моему недавно протирала так и подвяжем здесь подвяжем здесь может подойдет пожалуйста палочка а вот у меня даже сзади есть палочка не нужно уже так ну и тут у меня осталось как раз подвязать ну и в общем вот так вот можно свободно делить растения главное не бояться сейчас оно не будет выглядеть очень красивым потому что надо его закрепить тут сколько бывает очень сложно это все делать пока вот все это делаешь посадишь в риме не уходит пульма ну в общем вот так вот растение выглядит вверх я заложу мхом и тоже пять дней я не поливаю и такое вот видео рабочее не только цветение а еще как с ними потом и что делать кому было интересно пока пока включаем